всем привет меня зовут таня и вы на моем канале таня ободних сегодняшнем видео будет мотивация на домашние дела на уборку и покажу свои последние покупки с сайта simoland и начинаю я с пересадки цветов решила я пересадить и замиакулькас который стоял у старшего сына в комнате на стеллаже в этом горшке он уже очень давно не один год он прилично так разросся корни у него прямо заполонили весь горшок и горшок прямо распирал уже под тяжестью этих корней вот я еле в общем вытащила их и уже горшок сломался просто весь пластик стал такой мягкий и хлипкий и я решила поделить и цветок на две части одну часть посажу в горшок и оставлю также у сына в комнате а вторую половину я хочу поставить у нас в спальне пока планирую поставить на комод и потом еще пересажу шифлеру но ее просто как бы перевалю можно сказать в горшок другой потому что тот в котором она сейчас растет мне такие не нравится и вот я сейчас стараюсь сменить все кашпо выбираю варианты с внутренней вставкой чтобы было не блюдце внизу а в общем горшочек вставлялся в горшочек таким образом при поливе цветов вода никуда не выливается она остается внутри но несмотря на это на внутренние вставки у нее есть ножки то есть до корней вода не доходит они не будут загнивать и цветок не погибнет когда я снимала предыдущие видео про товары и покупки с этого сайта я уже показывала горшочки которые покупала по такому же принципу но там немножко другая модель была но они маленького размера сейчас у меня в них фиалки растут ну тоже мне нравится как они стоят в них а для этих цветов я выбрала вот такие вот модели объем тут конечно большой это четыре с половиной литра в общем и цветы внушительные но такие горшки у меня есть и других размеров они есть и поменьше и цветочки у меня в них тоже хорошо уже растут а вообще на сайте огромный выбор и кашпо и горшков всевозможных форм цветов и размеров из разного материала но я для себя решила пока на таких остановиться я покупаю белые с дополнительной вставкой во внутрь и в таких вот кашпо мне кажется на подоконниках на белых цветочки смотрятся достаточно аккуратно органично и и горшки не перетягивает внимание на себя ну а те цветы которые стоят например не на подоконнике а вот в ванной у меня стоит и на подоконнике тоже но его видно там что рамень не закрыт и на стеллаже тоже видно и у сына в комнате например тоже на стеллаже стоят то есть те цветы которые стоят где-то в комнате на виду я их в какие-то другие декоративные кашпо буду вставлять то есть например декоративные корзины или прямо керамические кашпо но именно кашпо они горшками и так вот с блюдцами и под каким-то видео у меня спрашивали как я ухаживаю за комнатными цветами и в общем ничего особенного никак специфически я за ними их не ухаживаю так время от времени пересаживаю или если хочется мне их размножить то тоже ну как бы размножаю изучаю в интернете сначала каким образом какой цветок размножается как его можно пересадить а еще перед тем как поставить горшок с каким-то определенным цветком на подоконник допустим или на стеллаж я смотрю на какой стороне лучше ему стоять на солнечной или нет там север юг запад восток некоторые цветы они ведь те нелюбивые то есть прям на подоконник под прямые солнечные лучи нельзя их ставить а некоторые наоборот ну в общем уже из этой информации выбираю для цветка место землю я стараюсь покупать или универсальную когда не знаю например какую выбрать или когда я знаю какую конкретно почву нужно то беру конкретную там например для фиалок покупала отдельно для орхидей конечно же тоже отдельная почва в большинстве своем наверно все-таки универсальный грунт у меня ну и подкармливаю я растение удобряю покупаю разные удобрения были у меня и такие как стержни втыкаются в землю но в последнее время я в основном жидкие покупаю которые нужно добавлять в небольшом количестве воду и просто поливать ими ну а здесь я в балконный ящик пересаживаю петунию все конечно давно садовые цветы уже посадили но ко мне долго ехал мой балконный ящик и поэтому только сейчас у меня получилось высадить их но на подоконнике петуния у меня вытянулась просто нереальных размеров пока ждала и цветочки уже появились но папа мне сказал что все нормально нужно просто обрезать так что я в общем так и сделала думаю еще подсветет и порадует нас хочу поставить его на окошко у кухни и для этого муж обещал мне какую-то конструкцию соорудить чтобы держался горшок на подоконнике но не падал вниз ну и комнатные цветы возвращаю на свои места балконный ящик остался на улице нужно будет мне еще окошко помыть и придумать какие-то крепления чтобы там его закрепить в общем балконный ящик тоже симолэнда там огромные выборы и цветов и размеров я весной просто что-то долго прокопошилась все никак не могла выбрать но взяла вот такой вот под цвет по моему светлого кирпича у нас дома хорошо подходит он ну и говорила я про удобрения и рассказывала что толстянку свою перед новым годом по обрезала как следует такие хорошенькие у нее от росточки и в общем я их все пересадила весной и захотелось мне тоже удобрить их как следует и прочитала в интернете что удобрение для них нужно которая идет для кактусов и суккулентов и в общем в этот раз заказала такое посмотрю как она подействует надеюсь будут хорошо расти дальше но я переместилась уже в туалет на первом этаже здесь тоже некоторые обновки вот стоят на полочке это ёршин для унитаза и дозатор для жидкого мыла но чтобы их поставить нужно сначала тут навести порядок потому что я тут бегала с руками в земле в общем и раковину испачкала и брызги летели и бассейн и сыну воду наливала в общем ну проведем сейчас все в порядок залила сначала в унитаз средства это частин из фикс прайса он такой ядреный с хлоркой пахнет сразу же на все помещение но зато убивает все напрочь не часто я этим средством пользуюсь но в этот раз вот тут и земля в раковине было в общем захотелось мне как следует все помыть поэтому его и достала но она и закончилась как раз выбросила пустую бутылку вообще этот туалет у нас здесь на первом этаже и почему-то мне всегда кажется что и раковина грязная и унитаз тоже не супер чистый потому что все приходя с улицы идут здесь и руки моют то есть на втором этаже как-то мы моем перед сном утром проснувшись мне кажется что на втором этаже как-то не так пачкается но просто уже именно в процессе использования так сказать на первом этаже вот мы прям с приносим с улицы и грязь и песок и землю и все она вот в этой вот раковине у нас тут поэтому часто у меня все равно возникает желание именно на первом этаже помыть как следует все со средствами пол и унитаз помыла за кадром мы вот такой комплект у меня получился по-моему неплохо вписывается а еще в коридоре у нас новая люстра но новая в смысле до этого вообще и не было теперь она есть и вот когда повесили если честно чего-то она мне не очень понравилась но теперь вроде привыкла зато 5 ярких лампочек и весь наш зеркальный шкаф просто супер как освещен видно то чего конечно же не было раньше видно при лампочке ильича ну в общем этим сейчас и и займусь люстру эту тоже заказывали на сима лэнди если честно очень переживала я что придет что-то сломано или разбитые но походив по оффлайн магазинам у нас в городе посмотрев что там есть посмотрев какие цены там решила посмотреть что на сайте представлена в разделе свет и вот такая мне понравилась люстра я сравнила цену именно на эту модель ценой в других интернет магазинах и тут было дешевле всех в общем рискнули и не пожалели пришло все хорошо упаковано в коробке написано что хрупкая не ломать не стукать не кидать в общем все в порядке а вообще это подруга посоветовала мне посмотреть на сима лэнди светильники они сейчас ремонт делают и она молодец мониторит что где есть я почему-то даже не заглядывала в эту категорию товаров а зря выбор там есть выбор хороший есть варианты на разные вкусы и разные стили и цена в общем под любой интерьер можно что-то выбрать ну и так как мой маленький помощник уже проснулся продолжаем на улице и заказала я вот такую вот лечку совуша увидела обзор подобных игрушек у валентины поевской детского нейропсихолога наверное современные мамы почти все уже знают кто это такая и была удивлена когда увидела данную продукцию на сайте sima land потому что обычно ее рекомендации не очень бюджетные а эти игрушки вообще очень доступные и я взяла на пробу лечку она идет в двух размерах я выбрала маленькую мне кажется для маленькой детской ручки вот самый раз такой объем такой размер и очень приятная у нее поверхность у изделия она такая бархатистая не скользкая и в общем как вы видите мягкая это не тот пластик который быстро трескается и ломается очень интересное еще он на сайте из этой же серии есть другие изделия я вот выбрала ведерко и совочек тоже заказала скоро придет так может быть похвастаюсь потом лови 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 водичку ой какая прелесть игра играй играй а где рыбки то у савы вот они рыбки до рыбалку кстати это тоже заказывала на симолэнди классный наборчик так идет в корзинке все пластиковые да это савели уже оторвал но тут все просто вставляется и в комплекте есть вот такой сачок которым нужно рыбок вылавлять удочка вот такая ну удочку нам конечно еще рано ну и сачок пока тоже он не очень понял я только ему показала он берет рыбок и сачок складывает и еще взяла водный пистолет вот такой вот по моему водный пистолет это вообще обязательно игрушка для любого лета ребенок просит я так-то среднему сыну брала макарки но вот сава увидел тоже просит классный такой сав кого тут мама попала прикольно стреляет далеко достаточно ну еще поделюсь одной штукой есть у нас вот такой паильник он уже очень старый и когда я на сайте увидела такой набор состоящий из дополнительной трубочки и ёршика заказала не раздумывая особенно почитала отзывы о том что подходит ко всем паильникам и других фирм в общем сейчас попробую как трубочка подойдет по размеру она такая же длина чуть-чуть я ее отрезала а ставилось все отлично плотненько ну и помою я сам паильник сейчас и протестирую этот ёршичек то что трубочка запасная теперь будет тоже очень хорошо не всегда есть возможность быстро вымыть ее вот будет чистая лежать сам паильник нам этот очень нравится знаю что те сейчас и другие такие типа не проливашек очень удобные стаканы но конкретно этот мы покупали давно и раньше я как-то изловчалась каждый раз ватной палочкой пыталась вымыть эту трубочку но в любом случае там и от соков и от молочных каких-то продуктов что-то остается какие-то капельки и начинают потом там портится в общем ни к чему хорошему это не приводит ну и сава у меня сейчас пьет только из этого паильника другие пока не признает в общем хорошо все и быстро помылась мне очень понравилось и еще этим ёршиком я помыла трубочку от кофемашины через которую молоко подается она еще поуже чем трубочка в паильнике поэтому вообще удачная покупка для меня не знаю может еще что-нибудь придумайте как его можно использовать ну и пока на кухне тут у раковины покажу еще дозатор не раз спрашивали у меня под видео когда он попадался в кадр дозатор этот тоже покупала на симолэнде давно уже он двойной я искала именно такой потому что мне хотелось чтобы было и средства для мытья посуды и жидкое мыло и здесь все в одном изделии удачно так совмещается и подставка для губки и внешний вид такой простой без всяких картинок блесточек и прочей прелести в общем вот что-то такое я искала и когда увидела тоже не раздумывая купила в целом он мне очень нравится а вообще на 7 очень большой выбор от различных дозаторов и других аксессуаров для ванны и кухни и туалета очень много всего ну и покажу еще одно из своих последних покупок это вот такая сумка большая материал мягкий пластик очень удобно в использовании если что-то запачкается тряпочкой протер и все уже чистое очень удобно и вместительное можно положить и вещи и продукты и детские игрушки и куда угодно на дачу в деревню на пляжу баню в общем для лета пожалуй отличный вариант на сайте при заказе нет возможности выбора цвета но мне пришел вот в таком нежно-розовом я вообще в восторге по моему отличная альтернатива одноразовым пакетом если кто-то ищет что-то подобное обязательно присмотритесь но я хочу показать еще одну сумку это уже посерьезнее вещь такая модель мне кажется и в пир и в мир и добрые люди мне нужна была небольшая сумочка на длинном ремешке чтобы с ребенком гулять и ничего не мешало чтобы все необходимое сложить в нее телефон кошелек ключи выбрала на лето расцветку такую приятную не чисто белую и такая она даже не беша такой серо-розовый оттенок по моему вообще отлично смотрится и с цветом кожи и с любой светлой одеждой эта фирма текстура собственный бренд компании simoland отшиваются изделия в россии очень качественный материал хорошая фурнитура и внутри все сделано очень аккуратненько и от строчка и кармашек не так нигде не торчит все очень аккуратненько прошито в комплекте у меня идет вот такой большой ремешочек но я сразу его поставила чтобы носить через плечо и был еще вот такой небольшой ремень здесь вот все перецепляется ну кому как больше нравится а вообще сумки этого бренда очень интересные модели всегда идут в ногу со временем ссылочку на интернет магазин simoland и все товары оставлю в описании под видео а также на youtube канал компании у ребят там разные новинки обзоры и другие интересности и компания дарит скидку 5 процентов по промокоду для моих подписчиков и зрителей канала на первый заказ но мне здесь нужно было помыть окно так вот незаметно на протяжении нескольких недель почти во всем доме окна у меня получилось перемыть и сегодня была очередь кухне ну потому что еще и цветочки нужно будет здесь поставить на подоконнике в этот раз я мыла без пар очистителя не захотелось мне с ним тут возиться долго и мой я это уже вечером потому что у нас очень жарко хотела днем попробовать но прям невыносимо было днем находиться на улице спасаемся только дома так что такое быстрое у меня здесь мытье но думаю до осени пар очиститель подождет тогда и от моем все еще очки и уголки здесь на окнах вы кстати видите результат всего двух дней потому что двумя днями ранее я все отпечатки отмывала сын младший у меня сейчас очень часто сидит на подоконнике поэтому потом увидите и сам подоконник там в каше заляпан и что-то присохшее уже в общем я его там тоже по отмываю но и отпечатки стараюсь регулярно отмывать а то так и белого света будет не видно в доме потому что вот так быстро все они у меня уляпывают ну а я уже буду с вами прощаться спасибо что досмотрели увидимся в новых видео всем до встречи и пока пока а а